Привет, друзья! Сегодня не будет у нас презентации, у нас будут основные ответы на вопросы и те ошибки, которые происходят в структуре. Все готовы? Смотрите, сейчас очень важно всем понять, что такое платформа Инстайм и для чего она нужна. Я постараюсь очень образным примером вам объяснить, как это работает. Сегодня Инстаграм мыслит следующей категорией. Вы опубликовали пост. Какое количество реакций вашей аудитории за единицу времени происходит контакт с вашим постом? То есть, если вы набрали 100 лайков за минуту, это здорово. Если у вас еще 50 человек прокомментировал, это великолепно. Тогда ваши шансы попасть в топ и наверх в новостную ленту очень большие. Если же вы набрали 100 лайков за месяц, ну это ни о чем. В принципе, можно взять телефон и начать звонить своим друзьям, говоря, Петя, поддержи меня, Маша, поддержи меня. На это у вас уйдет очень много времени. А теперь представьте, все эти люди находятся одновременно на платформе Инстайм. Вы попросили поддержку своему посту, который опубликовали, и он мгновенно вылетел на вид. Вот и все. То есть, платформа – это рычаг. Следующий момент. Тот пост, который вы публикуете, пожалуйста, ну его надо делать нормально. Иногда смотрю, просят прокомментировать, половина лица, половина автомобиля, нет никакого описания к данному вообще портрету. И просят что-то прокомментировать. Но такие посты сложно комментировать, и также сложно себе представить, что я добровольно стану подписчиком данного человека. Поэтому выкладывайте, пожалуйста, какие-то вещи, которые реальны, которые полезны, которые нужны людям и заинтересуют людей в ваших публикациях. Это что касается Инстайм платформ. Откуда берутся подписчики? Объясняю. Сейчас мне придется нарисовать на доске, я думаю, вы это увидите. Здесь есть тренантная система. То есть, вот вы, когда приходите, у вас есть одно первое задание. Это подписаться на аккаунты вышестоящих партнеров, включая платформу Инстайм. Таких аккаунтов Инстаграма может быть максимум 15. Кто стоит в четвертом, в пятом поколении от компании, у них меньше. Кто стоит в пятнадцатом, в пятнадцатом. Кто стоит в двадцатом, максимум 15. Но все, кто будет в подвале, ваши личники, либо те, кто пришел к вам переливом, либо люди и их людей, а таких в пятнадцатом уровнях может быть 22 миллиона, однозначно подпишемся и на ваш Инстаграм аккаунт. Вот отсюда берутся подписчики. Я думаю, этот вопрос мы закрыли. Итак, что предоставляет платформа за 58 долларов партнеру? Она предоставляет пакет, в который входит 100 тысяч просмотров видео, 60 тысяч лайков, входит 500 комментариев и 1000 сохранений. Точно так же, как в пакете мобильной связи. У вас есть минуты для разговора и есть смс. Как вы потратите это? Это на ваше усмотрение. Хотите одну публикацию продвигайте, хотите на 100 публикаций это разбросайте. Это у вас есть на месяц. Вот, пожалуйста, спокойно, взвешенно подходите к этому и продвигайте. Следующий момент, который бы я хотел обсудить, и он уже касается непосредственно работы. У людей есть несколько вопросов. Один из них, я не пользуюсь Инстаграмом, либо у меня друзья пользуются Инстаграмом. Вот пока мы не покажем им, что умеет продукт, без толку рассказывать про маркетинг. Если просто рассказывать про маркетинг, это будет восприниматься как чистая финансовая пирамида, я не знаю, как угодно, сетевуха. Здесь продукт, лишенный всякой сетевухи, здесь продукт создавался для аудитории, которая нуждается в том, чтобы их Инстаграм-аккаунт продвигался. Только на русскоязычном пространстве интернета вы найдете более 10 миллионов запросов на данный продукт. То есть спрос на него есть. Осталась задача встать между компанией и спросом и забрать те деньги, которые вы хотите заработать. Но людям надо показать важность продукта, значимость продукта и что он умеет. Поверьте, на рынке подобных предложений живых немного. Дело в том, что те методы, которые были, биржа взаимообмена или ботами можно нагнать себе, они не работают по одной простой причине. По причине того, что боту потом нельзя ничего продать. Это роботы. А бизнес-аккаунты хотят продавать свои товары и услуги. Вот что надо показать людям. Все, больше ничего не надо. Если они не хотят здесь зарабатывать, ну не тяните, просто покажите, продвигай свой бизнес. И это тебе поможет. Чем интересны вот эти подписчики, которые приходят из структуры? Они интересны тем, что они с деньгами. У них уже есть деньги, 58 долларов. Они кошельком проголосовали. Они понимают, что такое Инстаграм. Они понимают, что такое продвижение. Если вдруг кто-то чего-то не знает, их здесь научат. Вот буквально в следующем уже месяце будут полноценные обучающие курсы выложены на платформе, где расскажется, как оформить Инстаграм-аккаунт, какие посты, что такое хэштеги, что такое таргетинг, что такое привязка к локации, если вдруг не знаете. Если не знаете сейчас и хотите раньше, пожалуйста, откройте Google и начинайте искать, изучать. Тема живая, интересная и очень простая. Но поверьте, это умеют даже делать дети. Ну вот вроде бы как о платформе, о продукте немножко рассказал. На маркетинге останавливаться не буду. А теперь давайте перейдем к таким основным вещам, как регистрация. Вот сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Надеюсь, вам его видно. И открываем, допустим, Google Chrome. Мы можем правой кнопкой мышки нажать на значок Google Chrome и открыть новое окно в режиме инкогнито. Все, у вас появится вот такое вот окошечко, которое не содержит в себе файлов куки, и вы можете регистрировать человека, не боясь, что он получит чью-то чужую реферальную ссылку. Если вдруг вы не знаете, как правой кнопкой мышки открыть, вот здесь, в правом верхнем углу. Есть три точечки, нажимаете, и вот новое окно в режиме инкогнито. Можете в Google Chrome открыть. Нет ничего сложного. Если вы будете людей регистрировать в таком порядке, у вас никогда не произойдет сбой. Точно так же. Здесь можно очистить всю свою историю, которая у вас есть, история браузера. В чем тут фокус? Объясню. Человек, допустим, я получил от Пети, от Маши и от Клавы ссылку на регистрацию в инстайне. Вот мне прислали свои реферальные ссылки. Когда я эту ссылочку открываю, перехожу по ссылке, у меня в браузере запомнилась реферальная ссылка первого человека, по чьей ссылке я прошел. И даже если я через неделю, через две захочу, разобравшись, зарегистрироваться и не почищу файлы Куки, я попаду под рефералку этого человека. Но если же я почищу историю и файлы Куки в кэше, тогда я смогу вставить правильную рефералку. Чтобы долго не объяснять это людям, пожалуйста, вот взяли, открыли окно в режиме Минкогнито, проконтролировали, что он скопировал и вставил свою реферальную ссылку и прошел на регистрацию. Сложного, собственно, ничего нет. Пошли дальше. Есть люди, у которых компьютеры, сейчас я это уберу, Мак, точно так же, здесь в Safari нажали правой, новое частное окно. Все, вот запомните, либо новое частное окно, либо в режиме Минкогнито. Если вы заходите с айфона, либо с гугла, опять-таки набираете Safari, здесь есть вот так вот частный доступ слева. Все, ничего сложного. Делайте вот это и тогда у вас не будет сбоев во время регистрации. Теперь давайте перейдем к такому вопросу, как выполнение задания. Это очень важный вопрос. Люди вот с утра мне начинают писать в 9 утра, что-то там не получается у кого-то и так далее. Говорят, а моя публикация не продвигается. Так как же она может продвинуться, если ты не выполнил задание перед этим? Ну, давайте я войду в кабинет, вам видно мой экран. При входе в кабинет частая ошибка. Не указали флаг. Одну минуточку. Не надо спешить, как голый в баню, там, выполнять эти задания. Делайте все в думче. Здесь, на дашборде, подтянулись ваши посты в Инстаграм. В финансах ваш финансовый раздел и остаток, который есть в пакете. Сколько вы использовали уже, сколько осталось. Раздел задания. Нажимаем. Здесь у вас задания появляются по одному. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот сегодня я не выполнял задание. Одно из тридцати надо нажать вот сюда. Здесь будет пост о герболайфе, о похудении. Ну вот. Увы, но это так. Очень жаль, что в жизни все так легко, как разжиреть. Не все так легко, как разжиреть. Вот не надо ставить там комментарий, вообще к этому никак не относящийся. Удачи, успехов в бизнесе. Потому что, если вы будете оставлять подобные комментарии, а люди же видят, что они попросили комментарии на эту тематику. Ну, вряд ли им понравится ваш комментарий, вряд ли вы приобретете себе нового друга, который захочет точно так же на вам ответить. Поэтому оставляйте комментарии с душой. Подумайте о цели данной публикации, к чему она ведет, что хочет сказать человек. И когда вы прокомментируете, комментарий должен быть минимум три слова. Минимум – это не три слова. Напишите десять, не стесняйтесь. Даже если вы по 20 слов будете писать в 30 комментариях, поверьте, в день это у вас займет 15 минут. Когда вы прокомментировали, вернитесь во вкладку «Инстайм» и нажмите кнопочку «Проверить». Все. И только после того, как вы выполните все задания, а тут по счетчику будет видно, сколько вы выполнили из 30, вам доступен будет момент, который называется продвижением именно ваших публикаций. Вы сможете взять свою публикацию и поставить ее на продвижение. Ну, например, берете «Добавить» и заползуночек, какое количество вы захотели. И вот мне как раз-таки здесь пишет, что у вас есть невыполненные задания. Вот когда выполните, тогда просите других, чтобы ваш пост продвинулся. Вот и все, что надо знать об этом бизнесе. Теперь, что касается команды и какое количество партнеров приглашать. У каждого свои темпы, у каждого свое развитие. Но я постараюсь показать уже предметно, немножко на своей структуре. Ну вот у меня тут есть 800 чем-то человек. Лично приглашенных 29, активных из них 17. Понимаете, вот это мой лично приглашенный, вот это мой лично приглашенный, вот стоит, здесь стоит мой сын и так далее. Вот мои лично приглашенные здесь. Это нельзя рассматривать как вот пирамидку. Это как круги на воде. Неважно, где стоит ваш лично приглашенный, от его регистрации вы в первый раз получили 15%, со всех последующих оппонентских плат вы будете получать 10%. Но я своих личников рекомендую даже передавать друзьям. Я звоню там Владу и говорю, дай мне, пожалуйста, свою реферальную ссылку. У меня-то уже личников много. Я тебе помогу, подпишу, чтобы ты быстрее закрыл свою тройку. Вам не надо очень много личников. Даже если вы кого-то подарите, ну максимум вы за год потеряете там 30 долларов. Здесь абсолютно другие деньги лежат, чтобы вот жмотиться, жмобиться за этого личника. То есть вот бизнес очень простой. От души рассказывайте людям, как они могут продвигать свой аккаунт в Инстаграм, и вы удивитесь, сколько людей в этом заинтересованы. Скажу так, что по статистике у меня конверсия где-то, ну, процентов 80. Я рассказал, 10, 8 человек стали моими партнерами. Кто-то быстрее проплатится, кто-то позже. Но в любом случае у них структуры растут, подписчики добавляются, и они понимают, что это работает. Есть такое возражение, что, а, это роботы накрутили, а, в одну секунду мне свалилось столько лайков. Ребята, есть сервисы, которые берут доступ к Инстаграм-аккаунтам живых людей, и потом это делают в одну секунду. Ничего страшного. У нас платформа на сегодняшний день еще не способна закрыть по лайкам, скажем, потребности всех наших людей. Мы только растем. Вот как только перевалим 100-тысячную аудиторию, мы будем справляться сами. И платформа сегодня докупает живые лайки на стороне. А вот по комментариям мы абсолютно полностью закрываемся самостоятельно. Более того, уже даже способны это продавать на стороне. Если так уже речь идет. Так вот, чтобы вы не сомневались, что те, кто вас лайкнул и пришел со стороны, это живые люди, посмотрите у себя в Инстаграме, там есть куча кнопочек помимо фотографий, раздел статистика. И вот если бы это были роботы, у вас бы статистика не отображалась. Поэтому это основное возражение, которое высказывают люди и сомнения, что это живой трафик. Если бы это был бот, это бы не отображалось в статистике. Следующий момент, который необходимо знать. Все люди, которые делают задание на платформе, должны его делать только в тот день, когда выставляют свой пост продвижения. Если вы сегодня не собираетесь ничего своего продвигать, вы можете не выполнять задание. Поняли? Можно больше? Можно, но не обязательно. Следующий момент. В среднем блогер, активный блогер, делает 12-15 публикаций в месяц. То есть в среднем раз в два дня. Рекомендации. Если у вас есть куча красивых фотографий, и вы пришли на платформу, не старайтесь их все продвинуть за первых полчаса. Ну, потому что это все слепится в комок, у вашей аудитории все это размылется одно на одно, и тут такие абсолютно неяркие впечатления. Еще одно. У каждого свой бизнес, и на сегодняшний день мы видим о том, что нас просят прокомментировать, чей-то бизнес в Казахстане, чей-то бизнес в Украине, в Финляндии, в Италии, в Испании, в Израиле. Но таргетинг еще не прикручен, поэтому мы можем получать лайки и комментарии как бы из других стран. Ребята, мы же собрались на платформе, чтобы друг друга поддержать, поэтому в своих комментариях, пожалуйста, учитывайте, с какого региона человек. Да, и вы не станете клиентом, не знаю, какого-то ресторана в городе Алматы. Ну, оставить хорошее слово, я считаю, надо. А вот через месяц у нас уже будет таргетинг, и тогда именно аудитория, неважно, если вы в Украине, будут вас больше видеть и комментировать украинцы, если вы в Германии, вас будет видеть больше немецкая аудитория. Понимаете, немецкая аудитория, казахские или украинские комментарии абсолютно не нужны бизнесу, да? Вот для этого будет таргетинг. Он будет буквально через месяц. Что еще? В разделе финансы есть новая функция, то есть оплата может осуществляться внутренними деньгами. Ну, например, если вы меня попросили, я сбросил со своего кошелька на вашу. Как перевести эти средства? Вот есть реферальная ссылка. Вот она у каждого вверху в кабинете. Если вы ее скопируете, то она скопируется ХТТП и так далее. Вот все лишнее надо убрать и оставить только вот отсюда. то, что идет после ноля. Вот в данном случае там у меня 5К. Вот если мне человек хочет перевести средства внутренние, я ему даю вот этот вот именно код. Сейчас покажу. Вот полностью реферальная ссылка, видите? Она может выглядеть вот так. ХТТП, ставим точка ворд. Вэш, знак вопроса, промо, равно. Вот после равно вот это скопировали и отдали человеку. Тогда он сможет вам переслать внутренние средства. И в момент оплаты вы можете, у вас будет выбор, как оплатить. Либо с картой, либо внутренними средствами, либо криптовалютой. Теперь, что касается вывода. Вывод здесь мгновенный. На международную систему ePayments, это английская система, которая работает со всеми банками, которая работает с криптовалютой, криптовалютой, которая не является собственностью платформы Инстайм. То есть вы взяли средства из Инстайм платформы, перевели на ePayments, это ваш электронный банк, и оттуда уже, куда хотите, туда их и отправляйте. Хотите в криптовалюту, хотите на Сбербанк, хотите на Приватбанк. Более того, можете заказать карточку. Она там стоит у них, карта ePayments, по-моему, что около 6 долларов. Причем у ePayments даже есть рефералка какая-то небольшая. Это вдруг тем, кто хочет зарабатывать абсолютно на все. Но вот, собственно, основные вопросы, в которые мы спотыкаемся каждый божий день. То есть люди, первое, невнимательны в момент регистрации. Делайте регистрацию в режиме инкогнито, либо почистите историю файлов. Второй момент. Люди невнимательны в выполнении их заданий. И третий момент. Люди не понимают, зачем они сюда пришли. То есть, когда мне человек говорит, почему я должен кого-то комментировать, там, аж 30 комментариев должен в день оставить. Я спрашиваю, ничего, что ты там 3000 получишь лайков и 100 комментариев. А можно этого не делать? Конечно, можно. Будет вип-пакет, ребят. Вип-пакете все сделают за вас. Только скажите им, что они останутся такими же бестолковыми. Ведь оставляя комментарии и лайки чужим инстаграм-аккаунтам, у нас есть шикарная возможность посмотреть, как люди оформили, как они написали, какие хэштеги поставили, начать общаться. Инстаграм – это социальная сеть общения. Это не социальная сеть интровертов, которые не хотят переписываться. Вас никто не заставляет голосом, ну, по крайней мере, там написать можно. Поэтому именно важно выполнять задания для того, чтобы понять, как устроен инстаграм, какие посты успешны, какие комментарии надо оставлять, как оформить свою страничку. Поэтому не ленимся, выполняем задания и смотрим, на кого бы мы хотели быть похожи. Понимаете, да? Чью страничку бы мы хотели копировать. У нас также с вами, на сегодня я уже в принципе закончил, будут, скажем так, беседы на тему, что такое хэштеги, что такое таргетинг. Это все у нас в процессе обучения будет, не переживайте, весь этот процесс запустим. Но мы сейчас с вами стоим на пороге, когда мы даже не за клиента боремся, мы сейчас боремся за место под солнцем. Свободен рынок Азии, свободен рынок Европы, Южной Америки, свободен рынок Соединенных Штатов, Северной Америки. Так, чтобы вы понимали, одна только Бразилия насчитывает 120 миллионов пользователей Инстаграма. Поэтому забудьте, что вы живете в Улан-Удэ, что вы живете в Москве, в Волгограде, не знаю, в Тирасполе, абсолютно не важно, где вы живете, вы можете создать международный бизнес. Инстаграмом пользуются 1 миллиард 700 миллионов человек. Вдумайтесь! Так, чтобы было понятно. 1 миллиард секунд равно 37 лет жизни. Впечатлилось? На этом у меня все. С вами был Андрей Карташов. С вами был Андрей Карташов. С вами был Андрей Карташов. С вами был Андрей Карташов.